Доброе утро, девочки мои! Выглянем в окошко, как всегда. Сегодня что-то пасмурно у нас. Хотя ясную погоду показывает у нас прогноз погоды. Не похоже, что сегодня будет ясно. Наверное, прям затянуто небо совсем. Прохладненько. Сейчас плюс шесть. Днём до восьми вроде бы. Вот листва уже пооблетело. Смотрю, деревья уже стоят почти голые. И вот этот тополь тоже. Окна напротив стали видны. Занавесочку надо закрывать. Вот такое утро. Но тихо, вроде бы ветра нет. Это хорошо. Ещё раз доброе утро, девочки. На чём я закончила прошлое видео. Мастера я ждала. Мастер всё-таки пришёл, но попозже. Как выяснилось, что у него вообще он работает две недели без выходных. Один выходной взял, чтобы сделать все свои дела. И, в общем, вечером он мне написал, я могу прийти только там где-то в восемь, с восьми до девяти. Ну, где-то в девяти он и пришёл. В общем, почистил мне компьютер. Всё нормально. А сегодня что? Сегодня я уже иду за Настей. Каникулы закончились. Всё, Настя уже в школу пошла. Им добавили ещё один урок. Первая четверть у них была по три урока. Сейчас мы добавили физкультуру, там пение, в общем, такие вот. Четвёртый урок добавили. Так что я иду сегодня за ней. Потом мы придём домой, покушаем по-быстренькому. И надо будет нам с ней сходить на конечную, там за справочкой. И для соревнований нужна справочка. В общем, прогулочки сегодня у меня. Я уже потихонечку готовлюсь. Кстати, хотела вам сказать. Я позавчера, девочки, покрасила волосы обратно вот в тот цвет, который у меня был предыдущий. Это Фаберли Эксперт 11.1. Ну, вот посветлее. Я вам хочу сказать, вот тот цвет, который у меня такой серенький был. Большинство хоть и написало, что мне он идёт. Ну, он такой прикольный какой-то цвет. В общем, поначалу мне как-то непонятно было прикольно. Но потом уже я походила, и я так поняла, что сам по себе цвет вроде бы прикольный. А мне лично, мне кажется, он мне не очень-то идёт. Но немножко у меня серенький. Поэтому я опять беленькая, опять светленькая. И вот этот цвет мне как-то больше нравится. Вот. Так что я сейчас уже собираюсь и выдвигаюсь. Вышла, девочки. А цветочки-то всё ещё цветут красивенькие такие. Ой, на улице уже осень, осень. Прямо прохладненько даже. Я думала, будет немножко потеплее. Вообще, на самом деле, если бы я одела уже пальто, ну, такое, которое зимнее у меня, и ботинки тёплые, то я бы не запарилась, вот как сегодня, хочу сказать. Прямо ощущается уже похолодание такое конкретное. И ветерочек всё-таки есть. Там, где у меня под окном вроде бы его кажется, что нет почти. И тут вот затиши нет. А там вот на проспекте дует, похоже. Ну, надеюсь, я не замёрзну сейчас туда и назад. А там посмотрим. Надену, чё мыть или нет, посмотрим. Ой, девочки, вышло вот сколько, я неделю, да, не ходила по этой дороге. Так всё изменилось. Я смотрю, многие деревья уже голые вообще стоят. Хотя на некоторых ещё вот на кустах, на деревьях, ещё даже листья не пожелтели. А многие листья уже и опали. Прямо просвет такой виден. Ну, что сегодня вот вообще с погодой, а скажите мне? Пасмурно, не очень комфортно. Я хочу сказать, что мне ещё пока не холодно, но я чувствую, что ручки мёрзнут, носик мёрзнет. Так что, ну, сегодня не знаю. А вот уже надо будет по такой погоде одевать что-то потеплее. Хотя у нас тут вот на днях потепление. Кстати говоря, завтра чуть теплее. Потом с четверга по воскресенье вообще там до 10 градусов будет тепла. В общем, циклоны гуляют. Кто попрохладнее, кто потеплее. Нет, если бы сейчас солнышко вылезло, было бы теплее, было бы вообще хорошо. Солнышко бы подогревало чуть-чуть, прогревало бы. Вот. Так что, не знаю. Вышла чуть-чуть пораньше, потому что я ещё насу не забирала в это время. Новое время. Один урок добавился. Я думаю, пойду чуть-чуть пораньше, чтобы определить точное время, когда уже дети выходят из школы, когда звонок. Потому что я точно сейчас не знаю, сколько времени у них длится урок и сколько времени длится перемена. Поэтому так. Любой. В общем, иду пока, не торопясь, иду пока спокойным шагом. И смотрю по сторонам. Любую с погодой. Погодой и природой, как всегда. Всё, девочки. Настя забрала со школы. Мы уже забежали домой. По-быстренькому покушали соус. Мы сейчас идём к доктору. А сейчас мы идём, да, за справочкой. На соревнования, потому что у нас через 4 дня соревнования. Это так волнительно. Ну, вот сейчас, видите, на соревнования требуется справка. Странно. Когда ребёнок занимается спортом, почему-то не требуется особо, получается, справка. К соревнованию требует. Ну, ладно. В общем, идём за справкой сейчас. Взглянем. То есть, у Настя мне тут рассказывает разные истории. У неё много очень впечатлений в школе там. Да. Вот первое моё впечатление. Ну, давай, расскажи. Это вот, ну, пойди. А сама у меня есть в классе мальчик. Не, ну ты громче рассказывай. У меня есть в классе мальчик. Я его забыла. Гоша, вот. Когда у нас перемены или что-то ещё, он каждый раз меня... Ну, за косичку дёрнет, да? Ну, да. Он бывает меня за плечо вот так вот делает. И я говорю, ай, мне больно. Более, какая красота. А, ну да. Да? Цветочки ещё что-то растут. Сейчас покажу. Смотрите. Сколько тут ещё беленьких, глянь. Это не подснежники. Ну, это просто цветочки. Ой, понял. И знаете, они вот сюда с родителями ехали, там мне надо было какие-то щупальца на живот поставить. Щупальца. Кардиограмма. Да, кардиограмма. Тоже для соревнований. Я иду, и там же у нас лёд продают. Мы нам дали папочку, мы попробовали каждый. И вот настал тот момент, когда я попробовала один лёд, он был чёрный. Гречишный лёд. Не, не гречишный, какой-то другой. Я его попробовала, и мне хотелось выпить, но я его разжевала, проглотнула. И вот такой же запах, такой же запах, как у этого. Знаете, у меня долго не проходил его вкус в горле. Но пришёл. А ещё там был, вот сказали, что вот цветочный там тоже был. И цветочный мне больше всего понравился. Ну, по-разному. Да, какой-то там обычный мёд, но он как-то цветочный какой-то назывался. И он типа вкусно пах. А там же ветер был такой сильный. И сказали, что ты не почувствуешь, только один почувствуешь. Я сказала, какой гречишный. Гречишный. Да, гречишный. Я говорю, о, хорошо, давайте. Я понюхала, но сразу закрыла. Вот так вот щурилась. Вот такой запах, просто вонючий был. Ладно, давай посмотрим. Тут столько красоты вокруг. Сейчас посмотрим, девочки. Цветочки. Вот так ещё один красный, видите? Ага. Смотрите, сколько уже листьев. Клёны попали почти уже. Вот этот вот ещё за куточки стоит. Много уже жёлтых листьев. А у нас, кстати, сегодня была физкультура, музыка. И мы на музыке, что мы будем такое творяли, как мы... Громче говори. Мы вообще-то пели там песни, но она была скучная. Была скучная? Да. В общем, я говорю, понравился тебе урок пения. Она говорит, да там как-то скучные песни такие. Я говорю, да тебе сейчас урок им ролл, джаз подавали, что. Смотрите, какая красота, девчата. И вот такие вот цветочки ещё. А вот эти, я знаю. Вот эти вот возле моего... А вот такие вот, видишь, сиреневые, жёлтые. Они такие красивые, они очень долго стоят. Я вообще такие люблю цветочки. Так. Ну что, пойдём вот тут по травке или по олейке пойдём? По олейке. Это, вернее, не по травке, а по листикам. По листикам пойдём. Да, ну листики что-то немножко влажноватые. Ну, потому что туман, наверное. Вообще, раньше нравилось мне в детстве, помню, в парке где-нибудь по листьям ходить, листья вот эти ногами поднимать. И даже... Вот я, кстати, обратила внимание. Я прошла сегодня и туда, до школы, и сейчас. Я нигде не вижу, чтобы подметали листья. Раньше подметали, их собирали в кучки. Ну, правда, потом сжигали. Сейчас сжигать нельзя. Может быть, поэтому их и не метут. Вот. И я помню, как мы в детстве любили прямо прыгать в эти кучки. Листовые любили кувыркаться в листьях. Вот. Ну, а сейчас просто пройтись вот так вот. Желтизна. А мы идём мимо стардома. Ну, интернат вот этот вот. И идём потихоньку. Мы вышли немножко заранее. У нас есть время пройтись по листикам. Так, я что-то вам рассказывала про кучки листьев в детстве моём. Когда мы ходили, подметали... Ой, боже мой. Ой, мы гавкаем. Раньше кучки подметали, их сжигали, эти листья. Сейчас уже их не сжигают. Вот. И вот эти кучки, большие были такие, кучи листьев. Я помню, нам нравилось прыгать в эти кучки, у них там кувыркаться. А сейчас уже не подметают, кучки не собирают. Да, Настюша, листья? Листья не собирают. Вот ребёнку кайф побегать. Вот тут у нас рыбу продают свежую. А тут у нас машина продают молочное изделие, привозят. Да я покупала раньше здесь. Сливки брала, молочко брала. Ну, это я ходила в садик, мимо проходила. Почему-то нельзя. Конечно, специально сюда идти. У меня охота, естественно. Смотрите, сколько цисточков красивых. Всё, девочки, мы быстро управились в поликлинике. Вообще ни очереди не было, ничего. Мы по записи пришли и сразу зашли в кабинет. Она нам справочку сразу написала. И мы вышли, теперь уже идём не торопясь. Кстати говоря, ветер вроде как утих, вообще не чувствуется ветра. И мы с Настей идём не спеша. То в один ларёк зайдём, то в другой. Там чего-то купим, там чего-то купим. Хочется чего-нибудь вкусненького побаловать себя. Покажи, Настя, что мы купили. Вкусняшки, вкусняшки. Пирожное, тирамису купили. Сейчас, я говорю, пойдём ещё виноградико купим. Хочется себя чем-то вкусненьким побаловать. Да. Всё, сделал дело, гуляй. Смело. Смело, правильно. Идём дальше, уже к дому, уже почти подходим. Сейчас ещё один ларёчек. Проходила наконечная, видела, вот эту шипрошимую рыбку, посмотрела, думаю. Но у меня рыбкой заниматься, в принципе, сейчас нет никакого желания. Хотя, ну, может быть, я от рыбки бы жареной не отказалась. Но это, в общем, надо с ней повозиться. Не до рыбки сейчас. Ну, если мне прям очень захочется, я потом пройду сюда и куплю. Ну, может быть, когда я буду свободна, в каком-нибудь выходном свой день повожусь. Ну, вот. Пока воздержалась от рыбки, зашла там в магазин индейки и изделия из индейки. Взяла какую-то буженину. Ну, вроде как буженина, там с чесночком всё, только из бедра индейки. Попробую. Цена вроде нормально, приемлемая. Ну, как колбаса, так и стоит всё. В Тавровский магазин ещё зашла. Мы там взяли сосиски, заодно хлеба. Обычный мой хлеб, который я ем, от Рубной, Аютинский. Тоже заодно и взяли. В общем, так что нам никуда не надо больше заходить. В палатку сейчас пойду, посмотрим, там если есть виноград и помидорчиков бы я парочку прикупила бы. И всё, и домой. Вот так. В общем, потихонечку с Настюшей прогулялись, воздухом подышали. Всё, прекрасно. Всё, мы с Настюшей домой пришли. Вот, кстати говоря, соседка угостила пирожки, она испекла. Вот, они ещё были горяченькие, когда мы выходили. Так, ну, тирамису мы видели. Вот такие помидоры, эти мандаринки. Это наши отечественные, по 100 рублей. Взяли мы мандаринки. Зашли в Тавровский магазин. Родионовские эти сосисечки взяла. Ну, в палатке пару помидорчиков. Вот это из индейки, рулетик такой. Ну, я попробую. Это в Тавровском тоже я взяла. Люля свиноговяжья. Ну, это он холодный, не буду греть. Это, может быть, завтра поем. Ну, и хлеб. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Опять у нас сегодня пасмурно. Но сегодня потеплее, чем вчера. 11 градусов сейчас. Плюс 11. И птички тут где-то прыгают с ветки на ветки. Чирикают, влетели, да? Ой, ветра нету и тепло. Ну, солнышка только не хватает, жаль. А вообще хорошо на улице. Побежала я в школу. Девочки, смотрю я вчера вечером. Думаю, что это за пучок. А у меня гортензия начинает свистеть. Ну, пока что соцветия только одно я вижу. Но я думаю, что их будет тут еще несколько. Может быть, попозже. Кстати говоря, кто гортензию имеет дома, скажите, это нормально, да? Что она начинает зацветать вот в ноябре. А вот это вот листики чуть-чуть у меня на солнышко попали. Вот этой стороной как на подоконнике стояли. Меня дома не было, а солнышко на них посветило. Видите, они как чуть-чуть выгорели. Вот. Ну, в общем, вот прекрасно. Ну, если оно начинает свистеть, то это красиво, это симпатично, здорово. Вышла, девочки, я на улицу. Ой, красота. Все время иду, любуюсь. Хотя уже тут что-то повыкапывали. На зиму, наверное. Погода хорошая. Тихо, ветра нету и тепло, несмотря на то, что пасмурно. В общем, классно. Такой, знаете, запах как будто весны. Хотя на самом деле осень. Все, иду в школу за Настей. И пройдусь, воздухом подышу, получу удовольствие. Кайфану. Еще много деревьев, видите, стоят с листьями, даже зелеными. В общем, некоторые пустые. Ну, травка зелененькая у нас. Смотрите. Юг все-таки. Зеленая-призеленая травочка такая. Классная. Девочки, сегодня намного теплее, чем вчера. Вчера вообще как-то было. Прямо холодно. В джинсах даже у меня коленки подзамерзли. Сегодня на несколько градусов теплее. Прямо сразу чувствуется, ощущается. Вот. Я у Насти каждый раз спрашиваю, когда со школы идем. Что вам в школе давали покушать? Кушала ты или нет? Нет. И очень часто она говорит, я ничего не ела. Я говорю, почему? Невкусно, мне не нравится. Я говорю, совсем ничего не ела. Ну, чай только попила, там с булочкой, с булочкой есть. Я говорю, а что давали, что тебе невкусно? Вот вчера, например, давали гречку с мясом. Я говорю, ну ты же гречку с мясом у меня кушаешь. Она говорит, ну у тебя мясо мягкое и подливка есть. А там все сухое, мясо жесткое. Я говорю, ну ты хоть что-то ешь. Там бывают какие-то морковные, еще там какие-то запеканки непонятные с чем-то. А то печенку она не ест. В общем, я говорю, ну ты даешь. Целый день голодная в школе получается. Но у меня тут возникает вопрос. Почему детям, особенно младших классов, ну не готовят, например, могли бы готовить такую еду, которую большинство детей едят. Я вчера задала ей вопрос. Я говорю, ну в садике вот ты кушала. В садике что, лучше готовят? Она говорит, намного лучше. В общем, не знаю. Короче, я так понимаю, что многие детки в таком возрасте, они еще привередливые в еде. Привыкли в основном в домашней или в десадовской еде. Там, где учитываются вкусовые качества. Деток маленьких. И вот у меня просто такой вопрос. Кто составляет меню? Кто готовит? Кто проверяет вообще вот эту вот их еду? Интересно мне знать. Младшим классом им готовят отдельно? Или то же самое, что старшие? Ну, то, что старшие могут поесть. Младшие вряд ли. И потом я так поняла со слов Насте, что у них вот этот, ну это не обед, я сказала бы, что это завтрак. Он у них после первого урока. Ну, дома она не ест. Может быть, чай только попьет. То есть ребенок, по сути, еще не успевает проголодаться. Ну, если бы они, допустим, после второго урока бы кормили. Еще бы ладно. Ну, в общем, короче говоря, я всегда готовлюсь к тому, что Настя приходит со школы голодная. И, в общем, я уже думаю о том, что приготовить, чем ее кормить. Хотя Настя, я бы сказала, не очень даже привередливая. По сравнению с детками другими, которых я знаю, Настя много чего ест. В общем-то, мясо она ест даже, ну, когда оно, конечно, мягкое, жуется легко. Ну, и понятно, если там каша без подливки, сухая, ну, я и сама такую есть не буду. Если я, допустим, с кашей мясо даю, ну, я готовлю тогда мясо такое, чтобы с подливкой было. Ну, это я. Вот. Все, я уже до школы дошла. Вот так вот прогулялась. Не, сегодня тепленько, прям даже очень хорошо. Молодежь, я смотрю, без шапок. Люди постарше в шапках. Но я не хочу болеть, поэтому у меня тоненькая шапочка. Кому-то она не нравится. Меня она устраивает вполне. Функцию она свою выполняет. Легкая такая шапочка, но в то же время ушки прикрывает. Голова не мерзнет. Так, ну все, пошла. Сейчас поищу свою знакомую. Бывшая соседка, а я ее вижу. Мы с ней тут встречаемся. Она тоже внука своего встречает. Раньше жила она с нами в нашем подъезде. Потом съехала. Квартиру купила. Мы сейчас с ней встречаемся частенько здесь возле школы. Поболтаем о том, все. Все, я пришла. Все, мы с Настей пришли домой. Я сегодня задумалась сделать винегрит. Я уже с утра порезала свеклу и картошечку. С вечера уже сварила. Я у Насте спросила. Вот сейчас показала. Говорю, Настя, смотри, вот в салате будут вот такие продукты. Вот это ты ешь, ем. Вот это вот квашеная капуста. Соленые огурчики вкусные. Она это и любит. Горошек, красный фасоль и немножко лука. Я говорю, что из этих продуктов ты любишь, а что не любишь? Она говорит, все люблю. Особенно красную фасоль. Говорит, люблю. Вот. Ну, говорит, я тебе хочу помочь. Я говорю, ну, давай я сейчас нарежу там то, что нужно резать. Горошек, фасоль. Положит она в салатик. Настя уже перекусила. Сейчас я еще не обедала. Ну, я на гарнир делаю вообще винегрет иногда. Потому что вот такие продукты, которые, вот, например, свекла. Ну, я эту борщ штука, да, и винегрет ем. Капусту квашеную отдельно ем очень редко. Фасоль только в салате ем. Ну, в принципе, и горошек тоже получается только в салате. А вот эти все продукты, они очень полезные. Особенно красную фасоль мне как-то доктор прописал. По-моему, холестерин снижает, да? Я точно уже не помню. Но я помню, что это полезно. Поэтому иногда покупаю именно в салат это все кладу. Вот это сейчас все нарежу по-быстренькому. И это вместо гарнира к мясу будет у меня на обед. Так, ну что, Настюля мне помогает горошек выкладывать. Я уже фасоль выложила. Решила фасоль выложить полностью всю. Кстати, фасолинки такие крупные. Хорошая фасоль вообще. Такая вот. Ну, потому что что мне ее оставлять? Я больше никуда ее применять не буду. Поэтому фасоль выложила всю. Да, и горошек у меня пол баночки. Как раз осталось после оливье. Я беру в стеклянной банке. Оно хранится хорошо, горошек. И все. Сейчас еще маслица добавим. Я чуть-чуть присолила. И будет готов у нас уже салатик винедретик. Полезный, вкусный, овощной. Овощей нужно кушать побольше. А мы овощи кушаем где? Вот борщ. Там вареные овощи, да? В борще. А здесь они вот такие вот. Ну, они тоже как бы вареные. Там квашеная капуста. Сейчас думаю. Вот. Но все равно овощи. Все равно это прям полезно. Вместо гарнира. Это даже, мне кажется, лучше, чем какую-нибудь кашу, углеводы есть. Вот это полезненько. Все, девочки. Вот такой у меня обед. Это у меня люля-кебаб. Я вчера брала свиноговяжью. И винегрет. И вот винегрет можно и на ужин, хоть на обед, хоть на завтрак. Хоть целый день можно его есть. Настя уже покушала соус. Она пока не хочет. А вот ты что забыла? Это люля-кебаб. Хочешь попробовать? Нет. Мясное. Ну, значит, я буду есть сама. Хорошо. Все, девочки мои. Настюшка пошла домой. Я, когда устаю смотреть новости, включаю про животных. Я отдыхаю. Вот это вот про Люську. Гамадрил Люська. А тут еще другие маленькие животные есть. Смотрю иногда. На этом я хочу закончить свое видео. С вами прощаюсь. Пишите комментарии, ставьте лайки. И все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok